Казахстанские сельхозтоваропроизводители опасаются жесткой конкуренции со стороны российских и белорусских предпринимателей, которую они могут попросту не выдержать. Они считают, что у соседей крепкая поддержка со стороны агробанков. Такие финн-институты берут под залог земли и имущество крестьян и дают дешевые кредиты на длительный срок. Казахстанские же аграрии вынуждены брать деньги в долг у банков под более высокие проценты. К тому же сельское хозяйство кредитовать финансовые институты не спешат, а субсидии до сих пор только для избранных озвучил позицию фермеров в своем депутатском запросе Мурат Бактияр Улы. Он рассказал, во время недавней рабочей поездки в Казахстанскую область Дихане пожаловались на плохое состояние орошаемых земель. Остров стал вопрос и минимум минеральных удобрений. В этом году цены на них выросли в три раза, озвучил парламентарий. До сих пор не решен вопрос с доступом к длинным и дешевым деньгам. Как, к примеру, у наших партнеров по экономическому союзу. Наши сельхозпроизводители не могут конкурировать с сельхозпроизводителями России и Белоруссии. Дело в том, что в этих странах действуют агробанки, которые берут под залог земли и имущество крестьян и дают дешевые кредиты на длительный срок. Отделения этих банков расположены во всех районах. Об открытии такого специализированного сельскохозяйственного банка в нашей стране уже несколько раз поднимался в парламенте. Но до сих пор не решен и ждет своего положительного решения.